Хаим, если уж иудаизм так благосклонен к наукам, то почему тогда полностью отрицает, не принимает и вообще слышать не хочет о всемирно известной теории эволюции Дарвина? Начнем с того, что мы не будем заходить, конечно, в эту полемику и разговор, что теория эволюции Дарвина, ее нужно делить на нескольких частей, и многие об этом не знают. То есть есть то, что генетики, правда, его времени не было, но то, что потом пришло в вену генетики, никто это не отрицает, и то, что выживает сильнейший, тоже никто не отрицает. Весь вопрос идет о теории появления разных видов на Земле. Дело в том, что если кто-то хочет немножко заняться этим вопросом, он заметит одну простую вещь. Уже при жизни Дарвина эту теорию отвергли. Нужно понимать, что в науке есть разница между теориями и научным утверждением доказанными. Теория Дарвина до сих пор теория, и даже сегодня в науке уже никто не пользуется, она как бы считается неправильной. Но это не важно. Есть тогда, когда считалась она правильной, написал об этом Равкук. Равкук сказал, нам все равно, человек произошел от обезьяны или нет. То есть нам все равно, каким образом, с точки зрения природы, Всевышний создавал мир. Может быть, это шло действительно развитием эволюции. Мы говорим о первом человеке, который познал Всевышний и назвался человеком. То, что мы знаем, Homo sapiens. Поэтому Равкук пишет, что то, что люди произошли от обезьян, не пугает никого. Потому что Тора этим вообще не занимается. Наука, есть разница, то есть многие пытаются столкнуть Тору и науку. И в этом большая ошибка по причине того, что наука занимается как, что, почему и так далее. А Тора занимается вопросом, в чем смысл? Куда это тебя развивает и куда ты двигаешься? Поэтому многие вопросы науки Тору просто не касаются. Она ими тоже просто не занимается. Возвращаясь к теме, я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать.